После рождения малыша дни родителей наполняются заботами по уходу за новорожденным, а также вопросами, как купать, сколько кормить и когда начинать гулять. Хорошо, если рядом опытный родственник, медицинский работник или интернет предоставляет ответы на все вопросы. Однако всегда есть нюансы, которые волнуют молодых мам, ведь каждый ребенок уникален, и вдруг именно этому младенцу надо чего-то больше, меньше или в совсем другое время. Например, как решить, когда надо начинать гулять с грудными детьми, если на улице жара, дождливая погода или условия шумного и запыленного мегаполиса. Да и надо ли. Зачем грудным малышам прогулки? В теории все знают о пользе прогулок как для больших, так и для маленьких, однако новорожденный малыш на улице обычно спит, активности не проявляет и на развитие его смены обстановки в первый месяц повлиять не сможет. Так надо ли тогда гулять? Ответ – надо. Во-первых, дыхательная система маленьких детей все еще развивается, привыкая к новым условиям существования, и ей особенно важен свежий воздух. Во-вторых, прогулка – это отличная возможность тренировки терморегуляционных процессов для детей, основа будущего закаливания организма, помогающая формировать иммунную систему и противостоять вирусным заболеваниям. В-третьих, в стенах дома при всем желании невозможно получить даже незначительную дозу ультрафиолетового излучения, которая помогает выработать витамин D для профилактики рахита, правильного формирования костно-мышечной и нервной системы. Витамин D3 исключительно важен, с пищей его получить невозможно, зато он образуется в коже под влиянием солнечных лучей, а на улице УФ лучи проникают даже через тучи. Прогулки с грудничками предлагают еще пару бонусов для мам. Во-первых, свежий воздух, движение, смена обстановки и все тот же ультрафиолет полезен для здоровья и взрослым. А во-вторых, молодым мамам часто нужен компаньон, подруга общения с другими мамами новорожденных. Это помогает снизить тревожность, поделиться опытом и уменьшить возможность возникновения послеродовой депрессии. Да и просто живое общение со взрослым человеком, который разделяет заботы и радости, помогает быстрее возвращаться в привычный ритм жизни. Рассмотрим нормы педиатров для прогулок с новорожденными детьми. Считается, что к первой прогулке дети обычно готовы на 7-10 день после рождения, хотя свою первую прогулку в дороге из клиники домой новорожденный уже отлично перенес. При этом стоит обращать внимание на состояние ребенка и погодные условия. Отложить первую прогулку на потом стоит, если ребенок родился недоношенным или нездоровым. В этом случае дату первых прогулок назначает лечащий врач. Если есть признаки физиологических состояний или заболеваний, которые препятствуют гулянью. На улице температура ниже минус 5 градусов или выше 30. Но если в доме такая же жара, то погулять в теньке лучше, чем остаться в квартире. На улице сильный ветер, дождь, снег. В целом, не погода для прогулок. Не стоит также совершать героических усилий и выходить гулять, если мама плохо себя чувствует, а заменить ее на прогулки некому. Педиатры советуют начинать гулять с 15 минут, постепенно увеличивая это время к месячному возрасту до 2 часов 2 раза в день. Впоследствии при хорошей погоде можно проводить на улице все время с утра до вечера, если условия позволяют кормить и переодевать ребенка. Сон во время прогулки грудничку, конечно, полезен. Вот только если в первые месяцы ребенок на улице и дома почти все время спит, то в последующее время хорошо развивающийся малыш, выспавшийся во время гуляния, ведет себя дома довольно активно. А значит, мама весь день не может выделить время для себя и домашних забот. Что делать? Во-первых, можно регулировать режим и укладывать ребенка днем дома, а на улицу выходить гулять, а не спать. Пусть даже пока гуляние будет заключаться в разглядывании из коляски окружающих деревьев и домов, все равно это впечатления, которые влияют на развитие. Такой способ еще и убережет родителей от ловушки сна. Когда дети привыкают засыпать в движущейся коляске, они могут испытывать сложности с отходом к ночному сну дома в неподвижно стоящей кровати и требовать этого укачивания. Во-вторых, можно укладывать спать ребенка в коляске на балконе. Если балкон защищен от непогоды возможного мусора, прилетающего с верхних этажей, это порой оптимальный вариант прогулок в мегаполисе. Сон в этом случае протекает на более свежем воздухе, чем на тротуаре рядом с загазованной трассой. Мама все равно находится рядом и в то же время имеет возможность выделить время для себя, что очень важно для физического и психического здоровья. Если нет балкона, можно широко открыть окно, оставить комнату проветриваться, одеть малыша и положить его там спать. Подобный же способ хорошо для прогулок в случае, если на улицу надо выносить ребенка и коляску, например, с пятого этажа дома без лифта. Такие упражнения выматывают маму, особенно после родов. Иногда для прогулок можно использовать слинг или рюкзачок, изготовленный специально для новорожденных. Но стоит помнить, что для кратковременных гуляний, походов в поликлинику или в магазин слинги подходят, а вот для длительных прогулок со сном лучше использовать коляску. Кстати, о магазинах, прогулке по большим торговым центрам прогулками не считаются. Помимо отсутствия свежего воздуха, они не только могут перевозбуждать ребенка, но и способствовать частым инфекционным заболеваниям. Парки, скверы и места небольшого скопления народа – вот оптимальный выбор для новорожденных. Как одевать грудничков на прогулку? Стандартно используют правила одеванием «как себя» плюс один слой. Для холодного времени года на улицу стоит брать с собой дополнительный плед или легкое одеяло. Чтобы понять, не замерз ли ребенок, потрогайте его нос. Если носик холодный, не прохладный, он в любом случае будет прохладный при не очень теплой походе, то ребенка стоит укутать дополнительно. А вот если дома окажется, что малыш под одеждой горячий, вспотевший, то в следующий раз не стоит его так тепло укутывать. Есть еще пара ошибок, которые совершают молодые мамы во время прогулок. Если на улице небольшой дождь или не сильный ветер, не надо накрывать коляску полиэтиленовым чехлом. Подобные меры предосторожности приводят только к прекращению потока свежего воздуха ребенку. Закрывать нос и рот детям шарфом не только не помогает влияние от холодного воздуха, но и вредит. Конденсат, который скапливается на ткани отдыхания, делает просто холодный воздух еще и влажным. Спасибо.